Выставка автостарины прямо на фоне Спасской башни. Возраст автомобилей начинается от 50 лет. Но больше всего поражает зрителей то, что машины добрались до Васильевского спуска своим ходом из Пекина через всю Россию. В память о первом в истории трансконтинентальном пробеге. Среди 30 раритетных автомобилей, осиливших бездорожье Китая, Монголии и России, есть и участник оригинального автопробега Боргиса 100-летней давности. Спайкер 1907 года выпуска, еще с деревянными спицами, кажется чудом добрался до Красной площади. Тогда, век назад, машины умели делать надежными. Что и показывает нынешний юбилейный удар по бездорожью. Спайкер реже всех приходилось чинить в дороге, в отличие от более современных Виллисов, Мерседесов и Плимутов. Роллс-Ройс 1933 года, который еще помнит создателя легендарного английского автозавода, даже попал в аварию. У вас здесь в России прекрасные специалисты и механики. Этот автомобиль был настолько убит, что мало кто надеялся, что его можно восстановить. Но на заводе КАМАЗ в России и на китайском ТТЦ его починили. И теперь он выглядит как новый. При этом пришлось сильно задержаться. Хоть скорость в автопробеге и не так важна. В отличие от исторической точности. Тогда участвовало 5 автомобилей. Первый автомобиль, который занял первое место, пришел через 60 суток в город Париж из Пекина. Он принадлежал графу Боргезе, итальянцу. Они сейчас идут ровно по графику, потому что 100 лет назад граф Боргезе приехал на Красную площадь 27 июля, а сегодня 26. Кстати, оригинальный автомобиль графа тоже, возможно, в скором времени будет красоваться у храма Василия Блаженного. И ТАЛО-40, который обычно является лишь экспонатом музея в Турине, сейчас следует навстречу автопробегу в свою честь. И через 5 дней доберется до Риги. А 30 ретро-машин уже завтра утром покинут Москву. Следующая остановка на пути в Париж – Санкт-Петербург. Вадим Леонов, Рустам Бафаев, Виктор Бармин. ТВ-центр. Москва.